Добрый день, сегодня хотел бы рассказать о небольшой заметке. Все нынче заняты коронавирусом, экономикой и так далее. Ну немного засветилась Малышева, которая уже всех задрала и крупно подставила при этом. Тут можно сказать спасибо, конечно, Навальному. Если что, как он ее стылил? Здесь вышла очень неприятная история с ней. Оказалось, что Малышева очень крупный домовладелец. Имеет две квартиры по 2 миллиона долларов каждая и один дом за 6 миллионов. И сразу возникает вопрос, а сколько получают Галкин, Эрнст и Андрей Малахов? И многие другие такие милые телеведущие телеканалов, федеральных телеканалов. Если уж Малышева может иметь такие деньги, то другие еще больше. А самое неприятное, что все они берут деньги из госбюджета. А сам великий Эрнст еще плачет, что нет денег и предприятие убыточное. И государство должно помогать первому каналу. Оно, конечно, понятно, почему нужно помогать, если каждый телеведущий покупает такие дома. В общем, подстава огромна для всех известных и милых с виду людей из шоу-бизнеса. Вроде кто-то уже начал грозиться, что неплохо бы налоговой службе США проверить саму Малышева на признак мошенничества во время покупки недвижимости. Считается, что когда Малышева покупала дом за 6 миллионов долларов, то очень сильно была занижена стоимость этого дома, чтобы уйти от уплаты налогов. А в США это самый страшный грех. За продажу американских секретов вам дадут 5 лет тюрьмы, а за неуплату налогов вам могут дать пожизненное тюремное заключение. Теперь вы знаете, что такое не заплатить налоги США. Это смерти подобно. И, конечно, неплохо было бы проверить, из каких источников дохода были куплены 2 квартиры за 4 миллиона двум сыновьям самой Малышевой. Всем известно, что они простые доктора, которые работают на своей родине, то есть в США. Я посмотрел в своем ролике, что у Малышева есть еще домик в Испании. Он был куплен после того, как она помогла Собянину стать тем, кем он есть сегодня в Москве. В общем, подстава, как вы поняли, огромная. На телевидении все в бешенстве от слива Навального. А бешенство у них еще двойное. Дело в том, что они сейчас не могут тронуть и облить грязью самого Навального, используя все свои ресурсы СМИ. Так как сразу всем станет понятно, что многие ведущие Первого канала имеют зарплату по несколько сотен миллионов рублей. Теперь нам остается только наблюдать, кто и как будет дербанить саму Малышеву. В России и в США. Ее, кстати, сегодня проще уничтожить, чем спасать и подставлять всю систему. Я всегда говорю, что любая система может уничтожить своего руководителя или адепта, если эта система вдруг увидит, что может быть уничтожена из одного дурака. Будем надеяться, что Малышева исчезнет из телеэкранов и будет спасено много тысяч жизней наших граждан. Потому что Малышева это самый главный враг. То есть она практически убила, она уже убила очень много людей своими советами дебилойдами. Теперь перейду к новости, о которой вообще никто не говорит. И от слова вообще. Я, если честно, не могу понять, что происходит, но вижу очень крутые и серьезные проблемы. Вы все знаете такую страну Финляндия. Многие, может, даже и были в этой стране и в столице в Хельсинки. Я, например, там был и мне не понравилось. Одна большая деревня, зато душу отвел и наелся всякой разной семге. Но я не об этом. Уже долгое время у нас более или менее очень хорошие отношения с этой страной. Бывают, конечно, всякие небольшие проблемы, но это мелочи на глобальном уровне. Условно можно сказать, что у нас бывают какие-то бытовые проблемы между Россией и Финляндией. Финляндия, кстати, даже отказалась от полного сотрудничества со странами Прибалтики. Из принципа «своя рубашка ближе к телу» и ведет с нашей страной. Поэтому довольно неплохие различные отношения в плане экономики, культуры криминала и так далее. И вдруг Следственный комитет России начал уголовное преследование граждан Финляндии и самой страны. При этом уголовное дело звучит со словами «геноцид» граждан СССР во время Второй мировой войны. Представьте себе. Вы знаете, это очень серьезное международное обвинение, потому как, когда ставится слово «геноцид», то уголовное дело не имеет срока давности, и само дело переходит автоматически на международный уровень, который разбирается через ООН и Гаабский трибунал. И включается огромное количество стран, международных экспертов, всяких разных историй, криминологий и черт знает еще кого. И здесь, внимание, одно государство обвиняет другое в геноциде собственного населения во время войны. Это вам не Петя Смани, которые написали петицию о том, что их президент устроил геноцид собственного народа. Это государство и все его институты власти и все его ресурсы. Я думаю, вы поняли размах серьезности такого обвинения, и которое может теперь идти десятками лет, и могут стать потерями в триллионы долларов для каждой стороны, а особенно для проигравших. Все случаи борьбы по поводу геноцида народов, я думаю, вы знаете, как страны между собой ругались и доказывали свою правоту. Это, допустим, Армения, Турки, Киприоты, немцы, которые по сей день, кстати, платят евреям за геноцид во Второй мировой войне. И это уже прошло 75 лет, а немцы по сей день это платят. В общем, это очень серьезное обвинение – геноцид. Сегодня наш СКР собирает документы свидетелей из выживших детей, тех убийств и жестокого издевательства над мирными гражданами СССР. Потому что тогда было очень много концлагерей, которые были сделаны на территории Карелии. Начался сбор информации для правовой оценки и подачи документов в Гаакский трибунал. Как говорится, хотите, чтобы мы приняли условия Гаакского трибунала над компанией ЮКОС избитого Боинга? Тогда примите, пожалуйста, документы на геноцид граждан СССР солдатами Финляндии и финского правительства в то время. Геноцид шел четыре года. И сами понимаете, что геноцид могут оценивать в несколько триллионов долларов, плюс всякие другие наказания и правдивая информация в мировой истории, что финское правительство сегодня состоит, возможно, из правнуков бывших финских нацистов. Будут подняты документы, где обнаружатся, возможно, все эти фамилии. Я думаю, финский народ сам будет удивлен такими фактами. А главное, будет этот финский народ в депрессии, что они являлись чуть ли не нацистами. Это очень неприятно, я думаю. Меня больше всего удивляет тот факт, что как бы сильно не было тяжело СССР, но он почему-то не позволял поднимать эту тему и сами документы об этом геноциде. В правительстве СССР все это знали, но ради дружеских будущих отношений и политического курса закрывали все это. И не говорили ни одним словом нигде. А сегодня вдруг мы начали готовить уголовное дело, в чем вызвана эта правда. Зачем она понадобилась спустя столько времени? Что изменилось в мире за это время? Я могу предположить, что это уголовное дело нужно для того, чтобы ГАГский трибунал резко поменял свою политику партии русофобий и принял правильное решение по ЮКОСу и сбитому Боингу. Иначе в свет выйдет другое уголовное дело, которое очень сильно подорвет саму политику ЕС и стран блока НАТО. А может быть в уголовном деле еще окажутся фамилии, которые сегодня связаны напрямую с руководителем ГАГского трибунала или аффилированные с этой организацией определенные люди. Антипутинцы могут сказать, что Путин пытается, наверное, шантажировать ГАГский трибунал, чтобы его самого не начали судить за геноцид, устроенный в стране в течение последних 20 лет. Все возможно. Можно много чего, по идее, предположить. Но все это будет предположением. Мне только непонятно, почему именно сегодня, вроде с более или менее нейтральным соседом, мы решили поругаться, что такого сделали финны или собираются сделать, что мы были вынуждены открыть это уголовное дело против них. Ведь по идее, этим делом мы можем легко поменять все правительство Финляндии, если окажется, что там сидят правнуки нацистов. Сами финны потом сделают так, что это правительство будет удалено. Нам нужно всего лишь огласить список преступников. Или что хочет сегодня купировать Путин этим уголовным делом? С самого начала выбить Финляндию из какого-то проекта. У нас, по идее, нет супер крупных экономических стычек с этой страной, чтобы выпускать такого джинна из бутылки против этой Финляндии. На что подписалась сама Финляндия в северных широтах, что она нам стала стратегическим врагом, которого нужно уничтожить как можно быстрее и сейчас. Если честно, меня очень удивили эти действия Путина. Я могу предполагать простой меркантильный выигрыш по ЮКОСу, обвинение в убийстве мирных граждан, сбитым Боингом. Но все это как-то мелковато на слове обвинения геноцид одной страной против другой. Многие страны сбивали гражданские самолеты, вспомните. И правительство от этого, кстати, никогда не менялось. Но сбили и сбили, в общем. Ну там у нас забрали какие-то деньги, там, допустим, по нефтяной или металлургической компании, да и ради бога. Но никто такие уголовные дела не открывал. Я могу только предполагать, что Финляндия играет какую-то ключевую роль в очень серьезном и крутом глобальном проекте. Только в этом случае не жалко эту страну и любые соседские отношения, если ваша страна сама является в будущем какой-то жертвой. Как говорится, ударное упреждение и купирование проблемы, если есть возможность. Что и происходит на данный момент. Так и не забывайте, что одно из условий нахождения страны в ЕС, это чтобы никто не имел проблем со словом геноцид. Сам Евросоюз сделал в свое время этот прецедент, когда Турция пыталась войти именно в европейское сообщество. В общем, патриоты России. Можете говорить, что Россия вытаскивает Финляндию из ига Евросоюза, спасая простых финнов от большого краха. А противники, конечно, России или Путина, можете кричать, что это Путин плохой и шантажирует их, наверное, их или хочет шантажировать из-за Юкоса и Боинга. Но, исходя из всего этого, я больше склоняюсь, что Финляндия это опорная точка для нанесения какого-то будущего удара по нашей стране. И при этом сами граждане Финляндии этого не знают. И сама информация об этом нигде не расходится. Но тихие действия уже идут в полную силу. Мы произвели контратаку пока через юридические силы, не прибегая к каким-либо силовым. В общем, подумайте об этом. Почему сегодня Россия начала уголовное дело против Финляндии по геноциду граждан Советского Союза? А СССР, как бы тяжело ни было, молчал всегда об этом. Задайте себе вопросом, в какой именно мы уже в заднице находимся, если вынуждены прибегать к таким мерам. А так, всем большое спасибо и до свидания.